Тепловые бунты вспыхивают в разных районах Нижегородской области. Люди получили новые квитанции на оплату и обнаружили, что у них требуют доплатить за тепло, потребленное в 2021 году. Причем суммы не маленькие, около 10 тысяч рублей с квартиры. Жалобы мы получаем из разных районов области. Арзамас, Городецк, Стово, Кулебаки, Заволжин, в общем практически отовсюду. Проблема у всех одна. Люди, которые платили исправно каждый месяц, не понимают, почему с них требуют еще денег. Вот у меня, я платила тысячу восемьсот раньше за тепло. Теперь мне прислали, теперь мне прислали пять тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля за январь. А платила тысячу восемьсот. Есть разница? Сумма десять тысяч двадцать девять рублей. То есть плюсом она должна добавить десять тысяч, вот сумма. Это афера очередная. Или ошибка. Ошибка, я вот сначала подумала, что-то ошиблись. Да, плата за тепло восемь тысяч, это за двухкомнатную квартиру. Только на нашей площадке за трехкомнатную квартиру плюс десять, за нашу двухкомнатную плюс восемь, за однокомнатную плюс шесть. Это только с одной площадки. В течение года вот такие платежки приходили. Я аккуратно платил за все. За декабрь заплатил. В январе приходит платежка, в которой указывается цифра вот тут. Перерасчет пять тысяч. На каком основании платим? Если по счетчику платим за воду, да, нам же перерасчет не делают. А если мы за тепло платим, по счетчику какой тут перерасчет, откуда он взялся? В расчетных, вот в этих листочках написано, обратитесь в тепловодоканал, и вам будет выделена рассрочка, на сколько-то месяца платежа. Вот до какой степени они дошли. Мы не будем платить. Не будем. Пусть взыскивают через суд. Пока не предоставите обоснование вот этой цифры общей, платить не будем. Мы объяснение и обоснование получили. Дело в том, что плата за тепло рассчитывается не по прямой схеме, сколько в месяц потребил, за столько и заплатил. Показания с теплового счетчика снимаются только раз в год, по окончании года. И потому в текущем году плата за тепло взимается, исходя из потребления в году прошлом. Прошлогодняя сумма просто делится на 12, а когда текущий год кончается, то счетчик проверяется и делается перерасчет. Расчет производится в соответствии с показаниями прибора учета. У нас начисления идут по 1, 12. И расчет производился для начисления в 2021 году по показаниям прибора учета 2020 года. Сейчас 2021 год прошел, показания прибора учета мы учли, и вот эта разница между потребленным в 2020 году и в 2021 году по приборам учета получилась такая разница за счет холодной зимы. Отопительный сезон закончился 11 мая 2021 года, а начался 13 сентября 2021 года. Это намного длиннее, чем среднестатистический близок за последние годы. Это практически 240 дней. А раньше сколько было? По нормативу 213 дней у нас отопительный сезон. 10 тысяч, 7 тысяч, это не чересчур суммы? Все-таки такого не было еще? Она складывается за весь год. Она же не за один месяц сложилась, а именно за год. Если разделить эту сумму на год, получается не такие большие суммы. Просто люди немного недопонимают. У нас сейчас за 2020 год среднемесячное потребление по нормативу вылилось очень в маленькую цифру. И эта цифра начислялась в течение 2021 года. И люди платили меньше по факту в течение года, но потом им эта сумма пришлось доначислить за фактическое потребление. Кстати, в теплые зимы тепла потребляется меньше, чем закладывается по расчетам прошлого более холодного года. И когда коммунальщики показания счетчика снимают, оказывается, что люди переплатили. В этом случае переплаченные суммы делятся на 12 и ежемесячный платеж следующего года снижается на эту сумму. Но такие случаи, в отличие от повышения, проходят незамеченными.